И всем привет, ребят! С вами Сыр Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен тесту новых устройств на рельсе. Было у нас уже показано два устройства на рельсу из новых, которые у нас вышли две, может даже чуть больше, недели назад. Ну а сегодня будет тест тех устройств, которые у нас появились на прошлой неделе. Только сейчас я добрался до их теста. Сегодня посмотрим два устройства именно ЭМИ-снаряды и КРИО-снаряды на рельсу. Я первыми двумя устройствами, честно, не был так сильно доволен, да, глушающими снарядами и поджигающими снарядами. Поэтому посмотрим, на что способны данные два устройства, актуальны они вообще, стоит ли их как-то использовать, если они у вас, например, есть. Ну и те ребята, например, которые акцентируют внимание на покупке новых устройств, стоит ли их вообще в принципе покупать. Поэтому давайте начнём, наверное, с КРИО-снарядов. По формату и режиму я даже, честно говоря, не знаю, что лучше мне здесь бы подошло. По дрону выбираем Кризис, потому что у меня бостера нету. Поэтому будем пытаться накидывать урон, раздамаживать противника. Возможно, что-то интересное получится. С КРИО-снарядами, ТДМ-ки, никакие, я думаю, что смысла нету играть. Самый лучший формат для боя будет именно-таки захват флага, поэтому отправляемся в него. Ну и смотрим. Я не играл на этих устройствах, вообще не знаю, как их можно эффективно и грамотно использовать в матчмейкинге. Поэтому будем отталкиваться исключительно от того, что я в принципе думаю о их реализации. Рельса должна, по идее, замораживать каждого противника. Соответственно, мы пытаемся сыграть где-то флангом, где-то от большего приоритетного дефа. И за счет этого, возможно, получится качественно и грамотно реализовать данное замечательное устройство. Но, так как мы уже проигрываем по счету, то я думаю, что было бы неплохо, если бы я бы не просто пытался бы накидывать урон по противнику, но и попытался бы, наверное, таки увести флажочек. К слову, устройство у меня есть, но я не особо замечаю вот эту вот заморозочку. Есть еще у нас всякие неприятные... А, вот есть, да, заморозка, но она очень слабая. Очень слабая заморозка. По перезарядке рельса, наверное, такая же самая, одинаковая, как и была с другими новыми устройствами. Также чуть дольше она сама заряжается. Примерно работает так же само, как крупнокалиберка. Но я набил 7 киллов не за счет нового устройства. Соответственно, ну, как бы говорить, что, типа, это устройство себя как-то красиво и грамотно проявляет, но я не могу. И пока эта заморозка кажется очень-очень слабой. Я ее увидел один раз из тех рельс, которые я наносил по противнику. Ну, вот сейчас, например, немножко подстанился там. Ну, и по такому будет, конечно. Ну, вот чуть-чуть заморозка есть, да. Окей. Кидаю дальше. А, не, нормально она там стопит. Неплохо стопит. Подмораживает, как, наверное, половина фреза. Ну, и как мы можем это грамотно реализовать? Ну, например, 0 урона не будет. Мы даем заморозку. А, и просто овердрайф не прожимает. Ладно. Хорошо. Резистов от рельсы вы смотрите, в каком большом количестве имеется в боях. Я, конечно, немножко в шоке по этому поводу. Но это неудивительно. Все-таки. Все-таки это матчмейкинг. И рельса является самой популярной пушкой среди игроков. И такое большое количество резов. Дефолта, наверное. Максимум дэмэдж, да. Пробуем кидать урон. Но большинство танков становятся ваншотными. И реализация такого устройства становится... Не совсем возможно. Ну вот, сейчас я, например, покил... А, у него иммунитет от заморозки. Окей. Я уже думал, может, заморозки не сработало. Это показалось мне как-то очень странным. Да, то есть я кидаю урон. И танк не замораживается. Да, урон как бы стабилен. Все в этом плане хорошо. Но моментов, где работает сама рельса с заморозкой... Я бы сказал, что очень мало. Очень мало. Наносится, я так понимаю, что это заморозка... И с непосредственно прострела. Поэтому, если вы уничтожаете два, например, или более танков, то они все будут с заморозкой. Дайм, пытаемся урон. Хороший урон. Хороший дамедж. Хороший дамедж. Хороший дамедж. Ну и заморозка. Двойная застанила неплохо. Так противника слил. Пару-тройку танчиков. Но это все заслуга пушки. Это все заслуга пушки. Это заслуга не устройства. И в таком ключе... Ну, очень мало смысла. Очень мало смысла в его использовании. Возможно, если бы... Ну, можно, наверное, попробовать его реализовывать на небольших картах. Да, то есть, как пушку, которая будет именно играть в дефе. И за счет этого ты будешь морозить противника. Но в большинстве случаев в матчмейкинге таких ситуаций очень-очень мало. И с тем учетом, что эти устройства являются донатными, то и реализовывать их... Ну, можно было бы, например, условно там в каких-нибудь прожках, закрытках. Еще где-то в таких боях, да. Но в матчмейкинге смысла крайне-крайне мало в использовании таких устройств. И я, наверное, больше склонен к тому, что лучше использовать, как я уже говорил, какие-то крупнокалиберки, которые хоть и перезаряжаются чуть больше, чуть дольше, но они наносят больше урона, чем использовать вот такую рельсу, да, которая там, ну, где-то чуть-чуть может там подморозить танк. Но... Это подморозка не так сильно решает, да. То есть, ну, и она не сильная. Если бы она была бы не как половина, например, условного фреза, а была бы как... Ну, хотя бы. Хотя бы ближе к той шоковой, да. То есть, ну, там, например, просто колом бы вставал бы танк, да. И при рельсе, например, когда противник уводит флаг, кидаешь такую рельсу, и чел просто станется, ну, как будто у него не заморозка срабатывает, а как будто у него срабатывает оглушение, да. То это бы выглядело, наверное, очень жестко. Ну, а так... Спорное. Очень спорное устройство. С моим скиллом на рельсе, так это вообще... Ну, то, что я бы никогда бы, наверное, не использовал. И так, в принципе, на рельсе играю крайне редко. С всякими такими подобными устройствами. Ну, и с таким большим количеством резистов, да, как, например, вот, если бы я взошел в катку, у меня было всем резистов в бою, я бы вообще снял бы эту пушку и сказал бы, что я на ней играть не буду. Ну, потому что это бессмысленная вещь. Но, по опыту, да, как бы... Сама пушка набивает. Сама пушка набивает, но не за... Из-за устройства. И все-таки из этих новых устройств я бы все-таки больше был склонен к тому, ну, вот, из всех новых, к именно-таки непосредственно пробитию, да. То есть супер пробивающие снаряды, они, как по мне, пока что, из тех устройств, которые я тестировал, выглядят более интересными. Но у нас сейчас есть еще ЭМИ-снаряды. Это то самое устройство, которое отключает полностью расходник. И я так понимаю, что по перезарядке оно должно работать так же само, как и работает у нас... Давайте, кстати, дай демочку, можно с этой ресурсой сыграть. Так же само работает, как и все непосредственные устройства. То есть чуть дольше заряжается сам снаряд, и чуть больше перезарядка урона в районе 1700-1800. Ну и посмотрим, насколько вот именно этот эффект полезен на рельсе. Если у нас не будет сейчас иммунитетов от ЭМИ, но я там вижу только один, то есть отличная возможность на постоянной основе отключать расходник противнику. Опа, ну вот это, кстати, может быть очень даже интересная вещь. Надолго ли расходка уходит? Вот в чем вопрос. Ну, я так понимаю, что она должна уходить дольше, чем у меня перезаряжается рельса, чтобы я, например, мог второй раз так же стукнуть. Вот, смотрите, у меня перезарядка. Ну да, идея, два выстрела я должен успевать наносить, но это уже больше вспомогающие устройства, да? То есть, как устройство, которое может помочь вашей команде. Так, у меня есть ДДшечка. Я надеюсь, что сейчас можно попробовать где-то накидать урон. Вот, например, например, тут. Теперь зарядочка, конечно, ну такая себе. Ну и там всего лишь 2 килла было. И вот это вот последняя рельса, знаете, которая вот так вот зажигается. Непонятно, это тоже не совсем приятный момент. Но когда так расходочку отключаешь и вот так вот добавляешь, ух, вот это жестко. Это жестко. Ну, вот и сравните, да? Криоснаряды, которые чуть-чуть там замораживают и устройство, которое полностью отключает расходку еще и на период по ощущениям дольше, чем Гаусс. Я не смотрел цифры. Вы можете по этому поводу написать в комментариях. Но выглядит реально это неплохо. Выглядит это неплохо по сравнению с Криоснарядами и по сравнению с теми двумя устройствами, которые я тестировал на рису в прошлый раз. Это реально выглядит очень даже достойно. Да. В этом есть в устройстве смысл. Определенно. По сравнению с теми устройствами, где там по 150 урона с поджога наносится, где чуть-чуть подмораживается танк. Ну, или там это оглушение, которое там еле-еле что-то где-то стопит. На одну секунду, да? Или на сколько оно там стопит. Но его апнули, кстати, до двух секунд, но все равно как-то две секунды. Стана. Это фигня. А вот тут расходка, когда уходит на сколько? Ну, на секунд шесть точно по ощущениям она уходит. Потому что у меня рельса долго перезаряжается. С кризиса так вообще шикарно летит. Оп. Сразу расходочку мы сбиваем. И вот. И что может делать челик? Он не может ни дд прожать, не может расходку прожать. Просто рубишь ему расходник и говоришь добрый вечер, молодой человек. На какой-нибудь бы осадочке еще бы. Я думаю, что вообще можно было бы шикарно использовать такую рельсичку. Да и там уже как бы и на резист не стоит обращать свое внимание. Там, считайте, резист уже не особо поможет вам. Когда вы такими... Блин, не понял, что произошло. я нажал как бы. Чтобы у меня рельса стреляла, а она почему-то не полетела. То ли мышка глючит, то ли я глюк какой-то словил. Не понял прикола. Давайте. О-о-о. Покидал урона. Похоже. О, нормально. И вот это последнее рельса, которое вот так вот зажигается и не выкидывается. Это, конечно, максимально печально выглядит. Это такой минус, наверное, игры на Викинге. Но... По килам я вообще в шоке просто. Я в шоке. Не так часто, конечно, приходится расходку снимать. Ну вот сейчас, да, например. Я ваншотнул танк. А если бы он был бы на большем количестве здоровья, я бы ему снял бы расходку. И это бы работало максимально эффективно. И даже при таком большом количестве резистов она все равно актуальна. Актуально. Это жестко. Это очень жестко. Наконец-таки я нашел то устройство, в котором реально есть смысл. Которое реально актуально. Попаду. Интересно. Он уже уехал с прострелом. Но был шанс неплохой попасть в хорошую точку. Но... Не судьба. Видно, не судьба попадать мне по таким местам. Оп, хорошо летим. Оп, вдобавочку. Оп, давайте расходочку ему собьем. Алексея. Или просто ваншотник. Ваншотник даже залетает. Ваншотник не сливает. Круто! Круто! Я думаю, что это устройство можно непосредственно попробовать и в дальнейшем пореализовать. И если рассмотреть четыре устройства новых, не считая пробития, то определенные местнаряды это лучшее устройство, которое есть из этих. И можно так сказать, что я его нашел. Нашел определенно. Которое можно сейчас спокойно использовать на постоянной снове. при том, что у нас Гаус, который также отключает расходку за Нерфили. Устройство в боях защиты именно иммунитета по теме стало меньше. И когда появится такая рельса и будет постоянно снимать расходку, я думаю, что можно будет ее и самому эффективно использовать и в плане помощи своим тиммейтам также эффективно будет работать. в том же осаде, контроле точек, да вообще по сути можно в любом режиме попробовать реализовать такое устройство. Оно как по мне должно максимально грамотно и эффективно работать. Поэтому если я делаю свой вывод определенный, то это устройство является явно лучшим из четырех. Что касаемо крио снарядов и что касаемо поджигающих снарядов, я бы вообще не использовал ни одно, не второе, потому что очень слабый эффект что-то одного, что-то второго устройства, оглушение 1 секунда это очень мало, сейчас сделали 2 секунды возможно появился хоть какой-то минимальный смысл, но вот в этом устройстве точно есть резон и если вдруг оно у вас есть, то обязательно берите, тестируйте, я думаю, что у вас с ним получится. Надеюсь также, что в ближайшее время выйдет обзорчик по вот этому устройству, потому что есть реально резон его показать и есть моменты которые можно грамотно реализовать непосредственно с этим устройством возможно даже вместе с кем-то а не в соло получится записать подобный видеоролик. Если вам понравился данный видос с обзором то обязательно не забывайте поддерживать лайк, подписываться на канал. Ну и если ждете новых обзоров, новых интересных игровых видеороликов то поддерживайте видос лайком как только 150 дефолтная аппетитная сущная набирается и выходит в следующий видеоролик. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.